Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые коллеги! Представляю вам первый курс из серии «Линграмотность» под названием «7 видов потерь». Курс подготовлен специально для linbase.ru. Основная цель курса – это сформировать общее понимание, что такое потери, ценность потери, рассмотреть классификацию 7 видов потерь, понять, как можно распознать потери, где можно встретить потери. Сразу хочу сказать, что классификация 7 видов потерь является классической классификацией, которая пришла к нам еще с компанией Toyota. В настоящее время можно встретить очень много видов потерь, которые выделяют различные эксперты, но мы в рамках данной презентации будем рассматривать только эти 7 видов. Эта презентация, этот видеокурс могут быть и будут полезны как руководителям, так и специалистам, которые занимаются внедрением бережливого производства, lin, либо просто улучшениями в ваших организациях. И также этот курс подойдет для обучения руководителей нижнего звена управления и, возможно, даже рабочих в ваших организациях. Приступим. Во-первых, чтобы понимать, что такое потеря, надо понять, что такое ценность. Это фундаментальные понятия бережливого производства, или им, что такое ценность, что такое потеря, кто такой заказчик, кто такой поставщик. Начнем с того, что ценность – это любые действия над продуктом, видоизменяющие продукты. Обратите внимание, именно видоизменяющие продукты, придающие продукту свойства, качества, за которые заказчик готов платить деньги. Заказчик – это тот, кто платит деньги за наш продукт. Если мы рассматриваем поток изготовления какого-то продукта, ну, например, собираем санки, к примеру, заказчик нам платит только за те действия, только за те операции, которые интересуют субъективно его. То есть, когда мы гнем алюминий, чтобы сделать полозе для санок, когда мы крепим к ним ручку, например, заказчик не готов платить нам деньги за, например, за пролеживание запасов на складе, за транспортировку санок с операцией на операцию, за какие-то ожидания и так далее. То есть, чтобы понимать, что такое ценность, надо поставить себя на место заказчика вашего, понять, кто ваш заказчик, поставить себя на место вашего заказчика и подумать, какая ценность в данных операциях, в данных действиях заключена. То есть, именно с точки зрения заказчика. По определению все остальное, все, что не добавляет ценности, является потерянным. Здесь очень просто. Поэтому перед тем, как начать классифицировать потери, начать работать с потерями, надо понимать, что такое ценность и определить сперва, в чем она заключается. На японском языке потери у нас называются мудо, у нас, у японцев. Существует еще несколько классификаций, о которых мы упомянем, раз уж заговорили о муде. Мудо – это потери как таковые. То есть, вот эти семь видов потерь. Существует еще такая классификация, как мудо, муро, мури. То есть, потери как таковые, неравномерность загрузки и перегрузки. То есть, эта классификация направлена на то, чтобы сфокусировать работу руководителей и специалистов в ЛИН именно на основных моментах, которые должны быть устранены. То есть, например, неравномерность, нестабильность работы, неравномерность задания – это источник основных потерь и базовые условия для улучшений. То есть, на нем, в первую очередь, надо сконцентрировать внимание. Перегруз рабочих – это потенциальные узкие места, которые надо ликвидировать. На них тоже надо обратить внимание. То есть, вот такая классификация – мудо, муро, мури. Она немножечко сдвигает фокус работы в то русло, в котором оно и должно находиться. Мы же здесь с вами ознакомливаемся с основными видами потерь. Поэтому останавливаться на других классификациях мы не будем. Хотя нет, еще остановимся. Есть еще такая часто встречающаяся классификация, как мудо первого и второго рода. Не могу не выразить свое мнение по отношению к этой классификации. То есть, мудо есть просто мудо потеря, а есть действия, которые не добавляют ценность, но без них нельзя обойтись. И действия, не добавляющие ценность, без которых можно обойтись, которые можно устранить сразу. Так вот, не рекомендую вам пользоваться такой классификацией. Рекомендую вам забыть о ней, потому что обучение людей по этой классификации и такое деление потеряно, те, которые можно устранить и те, которые нельзя устранить, оно само по себе субъективно. И оно расхолаживает просто руководителей, специалистов, но расхолаживает и не позволяет устранять потери в той степени, в которой это можно было бы сделать. То есть, я субъективно вижу, что вот эти потери я не могу устранить или не хочу устранять, но я их отношу в классификацию потерь, которые мне необходимы в настоящее время и не занимаюсь ими. На практике такая классификация приводит к таким ситуациям. То есть, вроде потери есть, их много, но они нам необходимы по каким-либо причинам. Опять же, субъективно. Ну, продолжим. Если рассматривать поток создания ценности какого-либо изделия, пусть будут санки те же самые, мы выделяем различные операции в ходе этого потока. Как я уже говорил, например, штамповка полозий, гибко их, крепление, в конце где-то сборка самих санок, будет упаковка, отправка и так далее. В масштабах потока мы можем выделить операции, которые создают ценность и которые не создают ценность. То есть, если сделать такой вот грубый срез, такой взгляд с вертолета, то можем понять, что, например, операция штамповки нам добавляет ценность, создаёт нам ценность. Транспортировка нет, ожидания нет, упаковка нет, покраска, наверное, да, сборка точно да и так далее. Но если мы будем рассматривать каждую вот эту операцию отдельно, каждый вот этот зелёный сектор, зелёный сегмент, то мы также можем увидеть, что в каждой операции, которая в масштабах потока создаёт ценность, есть действия, которые создают ценность, которые не создают ценность. То есть, тоже много потерь можем выделить. То есть, рассматривая уже в масштабе операции, мы можем видеть, что, например, на той же, пусть будет в сборке санок, у нас есть такие действия, как распаковка, допустим, с предыдущей операции, есть подготовка рабочего места, есть много передвижений, есть много ожиданий. То есть, ценности, на самом деле, если присмотреться, не так-то много и добавляется. То есть, в операции сборки, например, для заказчика будет ценно только тот момент, когда, например, стойки прикручиваются к полозе, устанавливается ручка, вот этот момент времени. То есть, когда её там несут, готовят, она лежит в ожидании, то есть, это всё время, которое не интересует заказчиков. Лично я, как заказчик, я не хочу платить за это, но приходится. То есть, в зависимости от масштаба, в котором вы рассматриваете либо поток, либо операцию там по действию, вы выделяете уже ценность, потери с точки зрения масштаба, в котором вы рассматриваете. Надо тоже это помнить. Как правило, здесь вот приводится классификация 1 к 10. Доля времени, которая создаёт ценность, колеблется в рамках до 10%, но это 10% на самом деле, это такой оптимистический результат, оптимистичный. На практике, я не помню, не могу так сходу вспомнить, где в последний раз я встречал 10%, хотя могу вспомнить, где я встречал сотые доли. Операции штамповки те же самые. Очень наглядный пример, операция штамповки, да, если видеть, ценность для заказчика, это тот момент времени, когда продукт у нас приобретает нужную форму штамповки, нужную форму, нужные свойства, то есть момент удара, секунды, доли секунды. Но этим долям секунды предшествуют часы переналадок, подготовки, наборы партии и так далее. Как раз на таких операциях бывает время создания ценности занимает сотые доли процентов. Тем не менее, каждый, любой процесс, любую операцию можно разложить таким способом и посмотреть, где находится основной потенциал. То есть вот эти красные зоны основные. И работать в своей работе мы начинаем устранять потери с тех мест, где мы видим основной потенциал для этого. То есть в одной части процесса у нас большая красная зона, ценность совсем не создается, мы смотрим специфику этого процесса. Ага, потенциал есть, идем. Оказывается, что много транспортировки, перемещения запасов и так далее. Фокусно смотрим и извлекаем этот потенциал. Что касается потенциала, с точки зрения структуры стоимости продукта, можно представить, нарисовать вот такую картинку, стоимость продукта, она состоит из себестоимости и прибыли. То есть себестоимость, то, что мы затратим на производство, на оказание услуги и так далее. Прибыль – это то вознаграждение, которое получает наша организация. Причем стоимость продукта, она всегда устанавливается максимальной, с максимальной прибылью. То есть за что можно продать продукт наш, с какой наибольшей стоимостью? Такая она и будет. Такова она и будет. То есть на нас давит рынок, с одной стороны, с другой стороны, в определенном сегменте рынка, если мы позиционируем, допустим, себя как дешевые товары, или дорогие и качественные товары, или еще как-то по-другому, мы не можем выпрямить другой сегмент рынка. Но цена всегда будет устанавливаться настолько большая, за сколько можно будет продать наш продукт, за сколько покупатель готов будет купить его. И себестоимость, с точки зрения бережливого производства, не вдаваясь в подробности бухгалтерии, она будет состоять из затрат на создание ценностей и потерь. Просто ценность, либо потери, либо то, за что заказчик готов платить деньги, либо все остальное. На самом деле здесь пропорции будут немного, не немного сильно отличаться. Зеленая часть, она у нас будет гораздо меньше, в основном будут потери. Работа бережливого производства заключается именно в высвобождении вот этого потенциала красной зоны, в котором содержатся потери, и перевода его в синюю зону прибыль. То есть мы смотрим на наш процесс, мы работаем всегда с процессами, мы понимаем, что создает ценность для нашего заказчика, какие действия, какие операции создают ценность. Мы классифицируем все остальное как потери, мы смотрим, что это за потери, какие они страшные, безобидные, как от них можно избавиться, возможно ли перевести одну потерю в более страшную, в менее безобидную и так далее. Если мы избавляемся от этих потерь и переводим часть вот этого красного прямоугольника, синий, в прибыль, эти потери мы переводим в денежный эквивалент и получаем в виде прибыли. Это, конечно, это уже другой длинный и сложный вопрос, вопрос другого курса, перевод потерь в деньги. Ну, коротко скажу, что, например, та же ходьба оператора 10 минут за смену, пусть бы 30 минут за смену, в течение месяца это уже получается около 600 с лишним минут. То есть это полторы рабочие смены. Полторы рабочие смены это либо минус один сверхурочный день, либо какой-то другой рабочий график, который позволяет меньше расходовать нам денег, в том числе и на зарплату рабочего. И на другие сопутствующие расходы, сопутствующие изготовлению того, чем он занимается. То есть любые потери можно перевести в деньги и перевести их в разряд прибыли. В этом заключается суть работы лимб и бережливого производства в целом. Продолжение следует...